Добрый день! Сегодня мы пообщаемся о такой теме, как замер теплого пола, схема его укладки, электрического теплого пола под плитку, под ламинат, маты, кабель, пленка. Значит, если вы собираетесь использовать теплый пол как дополнительное отопление, только как комфорт для ног, то вы можете выкладывать его как угодно, вот только тропинкой, как вы ходите, учитывая отступление от стен сантиметров 10-15 и от мебели 5. Если же вы хотите использовать теплый пол как основной источник отопления и хотите по максимуму замастить его относительно площади, то тут надо учитывать уже схему расстановки мебели и не переживать насчет того, если она поменяется там или мебель в будущем или при перестановке немного заступит на теплый пол. Большинство теплого пола на самом деле не боятся перегрева, особенно если есть минимальные ножки. Вот, например, обратите внимание на зону, где установлен телевизор, и вот эта вот мебель, которая под ним находится, она, допустим, не имеет никаких ножек. Для того, чтобы решить эту проблему, можно просто ввинтить в нижнюю часть этой мебели, вот, буквально там по углам 4 или там 6 маленьких ножек сделать, как вот в стиральной машине или в холодильнике есть такие тоже ножки, которые подкручиваются для того, чтобы выровнять его. Также можно такие вмонтировать в мебель и сделать так, чтобы она была немножко приподнятая над полом. Таким образом, никакой теплый пол не будет бояться перегрева, это точно. Значит, от наружных стен делайте отступление 5-10 сантиметров, особенно если это холодная, влажная стена. Внутренние можно 10-15, мебель 5, не обязательно, можно немножко вообще заступать под мебель, например, под диван немного, чтобы не тянуло холодом и так далее. Если вот возьмем, к примеру, комнату вот эту вот с красным диваном, как же тут будет уложен теплый пол под ламинат? Значит, можно уложить так, посмотрим на зону вот двери. Если мы посмотрим на зону вот двери, то вот с отступом сантиметров 10-15 от стен он будет занимать вот так вот возле стены по периметру зону. От шкафа сантиметров 5-10 отступление. Потом он подходит к дивану. Можно миновать диван, можно и под диваном использовать. Но, конечно, греть дно мебели это нерационально. Это понятное дело, с точки зрения рациональности этого делать не стоит. Под столом обязательно размещаем. От наружной стены делаем 10 сантиметров отступления. Также мебель, где вот у нас размещен телевизор и музыкальный центр, тоже 5 сантиметров отступления. Терморегулятор устанавливаем возле выключателя, примерно на той же высоте. Датчик установим именно под пленочкой в теплоотражателе, в подложке под ламинат, вырежем канавку и уложим датчик. Всю эту зону он занимает. На такие вещи, особенно как стол, вообще не стоит обращать внимания. Так как мы сразу зацепили тему нагревателя инфракрасной пленки, вот можете посмотреть также вот такие вот две схемки, где комнатка, например, полностью уложена инфракрасной пленкой, без всякого учета мебели. И вот здесь с учета мебели мы видим, что вот только кровать и шкаф имеют определенное отступление. Под столом, конечно, она сразу находится. Вот на балконе она размещена, например, или открытая лоджия, примерно так. Поэтому, если вы хотите отапливаться с помощью теплого пола, то надо примерно две трети площади покрыть как минимум. Если вы покроете меньше, придется повышать температуру пола, и это будет не очень хорошо для напольного покрытия, для ног. То есть хорошо, чтобы температура на полу была в районе 40 градусов и больше. Тогда придется использовать какие-то дополнительные средства отопления. Может быть конвектор, или у вас поставится радиатор там, и так далее. Если мы будем обсуждать теплый пол под плитку, например, нагревательные маты или кабели, то там примерно правила абсолютно те же, тоже отступление от стен сантиметров 10-15, от мебели 5. Этот теплый пол еще меньше боится перегрева. То есть если так получилось, что мебель на него заступает, в принципе, без разницы. Там температура плавления вот этих элементов достаточно высокая, и там вряд ли она будет достигнута, с учетом использования терморегулятора и датчика. Вот. Единственное, что хочу сказать, что обязательно использовать надо датчик пола. То есть он не даст полу по-любому перегреваться, там иметь температуру больше 35-40 градусов. Даже если сюда где-то что-то упало теплое, ну тут пусть будет 60 градусов, там 70, не знаю, например, но не 150-100, там какие-то температуры, которые разрушают плитку, там, изоляцию пола и так далее, это невозможно. Вот. Когда вы делаете укладку нагревательного мата, то не бойтесь того, что мат прямоугольной формы, а вот вы хотите выложить как-то там по зонам по-другому, залезть туда, куда мат, казалось бы, не залезет, вы можете абсолютно смело разрезать нагревательный мат, подрезать сеточку его, высвобождать кабель этот, используя скотч, крепить к полу и укладывать как вам угодно. С нагревательным кабелем история абсолютно та же самая, что и с нагревательным матом, более в плане гибкий, в плане укладки, хотя, в принципе, это, по сути, почти одно и то же, но тут больше вам придется повозиться с тем, что надо самостоятельно укладывать этот кабель змейкой, закреплять монтажную ленту и так далее. Далее также... Так. Вот так это будет выглядеть все в конце концов, то есть пленочка примерно будет выложена так. Абсолютно, скажем, не грех положить на нее дополнительно полиэтилен сверху, в 150-200 микрон по периметру проклеить скотчем этот полиэтилен и сделать такой дополнительный гидробарьер. В случае с... В случае с... нагревательным матом, все, как мы говорили ранее, вот можно подрезать этот нагревательный мат, высвободить этот кабель, выложить потом как вам угодно будет, в конце концов укладка нагревательного кабеля будет выглядеть вот так, вот как вы видите, прикрепленная к полу монтажная лента, кабель выложен там шагом, наверное, 12 сантиметров, я так понимаю, вот учтено, что где-то будет стоять какая-то мебель или зоны, где теплый пол нежелательный. Вот. И... И повторюсь еще раз, если в будущем будут какие-то изменения и на теплый пол будет стоять мебель, это ничего страшного, этого бояться не надо. Спасибо. 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 Спасибо.